Здравствуйте дорогие друзья, дорогие любители растений, красоты, выращивания таких растений как помидоры, огурцы. Вот вашему вниманию хочу показать свои теплицы, вот в этой теплице я выращиваю помидоры разных сортов, тут у меня и бычье сердце, и черри, черный принц, разные-разные тут, в общем. Вот такие вот черри самые высокоростые оказались, вот очень много цветов, пока еще плодов нету, но я думаю скоро, уже в скором времени они уже будут появляться. Здесь вот у меня вот такие вот помидоры, вот они одни из первых, стали расти. Что в общем хочу сказать, да? Подкармливаю их обычным, значит, гранулированным навозом, значит, коровятник и иногда конину, конинный навоз добавляю. То есть я замачиваю, довожу до брожения и начинаю поливать, разбавив с водой, где-то один к трем. Так вот разбавляем и поливаю. Ну, что хочу сказать, многие уже знают, наверное, да, что томаты, они не любят слишком переувлажненную почву. То есть они начинают слишком вытягиваться, длинными становятся, а цветочков у них мало, плодоношения очень мало по количеству. И вот я так думаю, что должно быть по урожайности все отлично. Очень много цветов. Вот есть вот такой томат, видите, широколистый такой вот, прям вот, мощная такая вот у него фактура. И цветы очень-таки огромные, вот, как видите, такие прям огроменные. Не так много их, но они такие мощные. Вот, если сопоставить с другими растениями, с другими сортами томата, то эти просто вот гиганты. Растут очень быстро, сейчас июнь месяц, 15 июня, и они прям вот в самой активной фазе находятся. Очень-очень быстро набирают силу и большое цветение у них прям вот. Вот, должно, соответственно, проветриваться. Если теплая погода, всегда надо устраивать сквознячки такие. Вот, чтобы растения более, как бы, хорошо себя чувствовали и не было перегрева. Потому что перегрев вылечет за собой то, что цветочки, они практически не завязываются, не погибают. Соответственно, не будет плодов. Вот это вот другая у меня теплица. Здесь я выращиваю огурцы, перцы, ну и клубника здесь есть. Вот что-то клубника, так, неважно, идет. Ну, вроде тихо-тихо как-то это плодоносит. Вот там ягодки уже есть. В общем, пришлось мне затенить специальную сетку купил, 80-процентную. Потому что до этого прям вот все сгорало. Листочки прям все желтели, особенно у огурцов. Ну, все прям на глазах высыхало. Клубник прям вообще катастрофически сохло. Вот сейчас вроде адаптировалась, адаптируется. Вот так вот растут у меня огурчики. Правда, еще нет огурчиков, плодов нету. Но они находятся в активной такой фазе. Вот много-много маленьких выходят. И вот приходится их подвязывать уже, ну, чтобы они дальше идти, шли. Что хочу сказать, что был перелив. Ну, как всегда, хочется всего побольше. И сразу думаешь, чем больше, тем лучше. Вот якобы огурцы любят влажную почву, много воды. И вот я лил, лил, лил. И, в общем, перелил. У меня стали подгнивать корни. Стали погибать. Вот видите, вот некоторые. Ну, они уже вот 3, 4 день вот в такое. Вроде выживут. Я их поглубже закопал. Значит, добавил в почву такое средство защиты от корневой гнили, которое называется глиокладин. Оно в таблеточках таких вот. И вот буквально в сантиметр. У меня прям вот практически поголодно все начали, представляете? Заболевать вот этой вот гнилью. Они стали подвисать. Листва прям как тряпочки виснуть. И подложив вот по 2 таблетки на каждый, под каждый кустик. Глубиной в сантиметр. И сантиметр от стебля. Буквально, знаете, вот на второй день они пришли в себя. Ожили. Быстро, быстро. Прям так. Я даже не ожидал, что настолько быстро начнет действовать. И результат даст о себе знать, как говорится, что растение поправится. Не знал. Раньше как-то не думал, не обращал внимания. Вот выращивал тоже огурцы. И как-то они у меня сами по себе. И желтые, не желтые листья. Ну, вроде, плодоносили. Урожай был какой-никакой. А сейчас вот уже более осознанно как-то уже занимаешься этим делом. И тем не менее, все равно делаешь ошибки. Век живи, век учись, как говорится. Вот. И чтобы, конечно, не доводить до такого состояния, чтобы начали гнить корни. Лучше, знаете, так вот в меру поливать. Чтобы, как можно проверить. Вот берете палочку, да? Вот палочку. Вот так ее втыкаете в землю. Вот так вот. И вынимаете. И вот видите, нету налипи. Значит, все хорошо. Земля не липнет на палку. Значит, корни, соответственно, тоже будут чувствовать себя хорошо. И будут хорошо развиваться. Постоянно нужно рыхлить. Но рыхлить не глубоко. Окурцы окучивать. Так примерно сантиметра два глубиной. Потому что у них корневая система очень такая поверхностная. Она небольшая у огурцов. И можно легко повредить. Как многие уже знают, да, об этом. Вот есть такие перцы тоже. Болгарские перцы. В том году были у меня и маленькие такие, какие-то карликовые. Ну, их было очень много, но они не сочные были. Они хорошо подходили для заморозки там. Их замораживали. И вот по сей день мы их употребляем, как говорится, в пищу. Вот. Видите, тоже от корневой, корневая гниль была, тоже перелил. Вот вроде тихо-тихо приходят в себя. Это вот самые-самые такие заболевшие растения. Они вообще были мертвыми. Ну, вот приходят в себя. И вот это чудо-средство, оно прям, знаете, вот реально дало о себе знать. Есть еще такой препарат, но он очень дорогой. Я не знаю, почему дорогой. Наверное, на него большой спрос. Забыл, как называется. Вспомню, скажу. Вот. Бивикур. Бивикур вроде как. В общем, очень дорогой. И это... Ну, я никогда его не использовал. А, привикур. 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 Вот. Называется. Ну, он очень дорогой. Тоже вроде от корневой гнили там. Восстанавливает систему. Ну, и... В общем, почва становится вроде хорошая. Такая вот. Более полезная. Такая усваиваемая микроэлементами. Ну, очень дорогой препарат. Здесь маркетинговые маркетинги. Как говорится, маркетологи постарались поднять статус этого препарата. Ну, вот пока результат налицо, как говорится. Есть уже. Вот. Перчик растет. Так активно они уже цветут у меня. Во все. Вот перцы. Перцы и огурцы желательно поливать конским навозом. Знаете, удобрять. Очень хорошо она не действует. И... Листва становится такой темно-зеленый, глянцевый. И... Такие широкие листья появляются. И... Ну, видно по виду. Видно, что они прям... Очень-очень хорошо себя чувствуют. И... Так же нужно их окучивать. И все будет отлично. Вот как бы это и только еще у нас июнь месяц. Все еще впереди. Надеюсь, что-то из этого получится. Буду очень рад, если вы так же поделитесь своим опытом, знаниями. Результатами вашего труда. Вот. Всем всего самого доброго. Будьте счастливы. Мира, добра. Всем всего самого хорошего. Всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok